Девушки отдыхают Собрались мы на очередной дронослёт, получили разрешение на групповые полёты, красивое место, хорошая погода в принципе для октября месяца, но полетать здесь не получилось. Ну собственно мы потеряли три дрона, скажем так. Сначала у второго Мавика оборвалась связь и он ломанулся куда-то над лесом и упал. Дальше через минуты две-три упал Мавик третий, просто висел и рухнул. Ну вряд ли его получится найти. Ну потому что он вниз куда-то свалился. Минут через пять рухнул неубиваемый отель Evo Light Plus. Дрон, в принципе на который очень тяжело действуют глушилки. Он начал ругаться на то, что у него сильные помехи GPS и на разряд батареи. Что батареи разряжены, нужно немедленно возвращаться домой. Да он нас вообще глушит там. Нет, я включаю искусственно АТ, он ведет себя легко, вот он просто, он ну дрейфуется, видишь, вот смотри. А когда это глушит, ну штука, вот тогда его начинают жутко носить. При этом батарея на самом деле была не разряжена, она была нормальная. И он просто тупо рухнул, все отключилось и он упал. Потом связь восстановилась и лежа на земле он транслировал информацию на пульт. И на пульт отображалось, что дрон поднимается на высоту 8 тысяч метров. Он же все летает где-то. Он летает сейчас 8 тысяч метров высота, 7 тысяч метров. А ты видел, как он упал? Да, прям в штопор. Резко вниз, ну штопор, можно сказать. Почему-то дистанция 9 метров. А дистанция реально увеличивается? Это не высота увеличивается, она сейчас падает высота. И села батарейка, села батарейка, Ром. Он сейчас орал, села батарейка, я это не успел записать. Возвращайтесь срочно домой, у вас села батарейка. Вот это динамически, наверное, и есть. Пошли останки себе. Да нет, там мягко. 5 тысяч метров высота опять растет. А дистанция не меняется 9 метров. Горизонтальная скорость почему-то у него идет, но она не идет никуда. Включи пищалку, если связь есть. Да я забыл, где она подойдет. А вот камера работает его. А, вон он, вижу его. И вон камера работает. На кланях он, вот он лежит. Ну, прям резко штопор, да, ушел там. Мессершмитт наш. Как раз новый корпус пришел. Вот сейчас у него 0 метров, все исчезло. Вот эта фигня. И вот этот был, и звуки батареи. Ну смотри, подвес даже не работает. Да не, вон он, работа наклоняется, все нормально. Да, вот это что-то было интересно. Но по высоте там, блядь, сейчас 7 тысяч метров. Я летал сейчас на Мин-4, но летал не высоко метров 30. И у меня не просто были помехи GPS, а ошибка системы навигации. Но я не буду, как бы, хвастаться и говорить, что Мин-4 офигенный. Мне тупо просто повезло. Я отлетал 5 минут и приземлился. Я рисковать не стал. Я подозреваю, что, как бы, и Мин-4 тоже бы уронили. Потому что Мавик 3, достаточно продвинутый дрон. Он, в принципе, может летать без спутников, позиционируясь по датчикам, возвращаясь домой по датчикам. Но его уронили точно так же. Динамический спуффинг, как бы... Перед спуффингом все равны. Да, перед динамическим спуффингом все равны. А у кого? У кого? У Олега? У Саваля. У Саваля. 101 километр показывает это, дистанция до дрона. А реально он где-то вот здесь. Короче, поехали все сюда. Вот здесь вот, потому что где-то вот они по стырьке. Это, наверное, последний. Вот он. Нам надо сейчас область поиска найти. Когда я летел, и моя ошибка была, что я набрал 120 метров высоты. А вы же говорили, что... Я вот здесь вертикально взлетел, опустился. Сначала он спутники не ловил. Потом написал ошибка навигации. И отлетел метров 200, начал набор высоты. И дошел до 120 метров, и вот там все началось. Он летел вот так, вдоль дороги. Продолжение следует... Положение следует... Ты выглядит... Мы запустили еще один квадрокоптер, это мини-2, пытались найти квадрокоптер и столкнулись с тем, что он перешел в режим автолендинг, была подмена координат и он просто приземлился, он нашел сигнал, соответственно, я не знаю, где он именно конкретно лежит, но сейчас мы попробуем запустить пищалку. Дрон нашелся, надеюсь будет работать, потому что удар был довольно приличный, слава богу нашли, сейчас попробуем найти другой дрон, но запускать теперь мини-2 я не буду, потому что я не хочу рисковать второй раз. Не вижу где мы, а вон вижу левейки. Очень жалко, что не нашли, похоже, что мы были близко к цели, но уже все устали просто, а так, мне кажется, что мы очень продуктивно искали, по крайней мере, мы выбрали несколько точек, точно определили, что это не они, очень жалко, что поздно приехали на последнюю и, скорее всего, дрон уже сел, ну, наверняка. Вообще, я раньше о таком не знала даже, честно говоря, ну, думала, что да, бывает теряется связь, бывает что-то глушит, но чтобы вот настолько, что дрон прям теряется, начинает его болтать и так далее, об этом ничего не знала, сегодня увидела и, честно говоря, в шоке, теперь немножко побаиваюсь летать. Поиски были долгими, потому что, к сожалению, сложно сориентироваться по картинке сверху, где его искать. Трек показывает неправильно, он показывает, что коптер где-то далеко отсюда, поэтому на трек вообще полагаться нельзя, можно полагаться только на 10 секунд видео, которые сохраняются перед потерей связи. То, что все сплотились, начали искать, это правильно, и это показывает, что дронослеты не проходят зря, что все сочувствуют друг другу, понимают ситуацию. Действительно классно, что даже несмотря на падения, на фейлы, на неудачные поиски, если все это продолжит дальше существовать, развиваться, это действительно объединяет людей. Только таким способом можно сохранить вот какое-то такое дрона комьюнити у нас сейчас, потому что по одному это тяжко. Сколько ему было вообще, сколько ему? Две недели назад купил. Какой подарок на Новгород ты себе сделаешь? Хотелось бы R3S. R3S? Ну, скорее всего, он будет у тебя, ты это сделаешь. В любом случае, я желаю тебе удачи, как бы вдруг мы через неделю это там, может быть, поищем, найдем даже. Спасибо. Надежда реально была, вся команда, все, кто участвовали в поисках, всем большое спасибо. Тоже спасибо, ребята, за помощь. Я на своем опыте, сколько там, пять дронов потерял. Это нормально. Первый, мой первый. У тебя будет первый? Почин. Еще обмоешь. Совет на будущее. При взлете сразу обращайте внимание на количество спутников, как ведет себя дрон. Вот, не надо сразу, как я, газу вверх и погнал. Вот, поймал спуфинг, что привело к потере дронов. Спасибо за внимание. В общем, ребят, вот как-то так. Летайте осторожно, не нарушайте. Старайтесь соблюдать закон. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok